Всем привет! У меня тут накопилось пару посылочек, о которых я вам еще не рассказываю, поэтому сегодня я собрала всю кучу того, что девчонки мне поприсылали. Тут есть посылка подарок, тут есть посылка сюрприз, тут есть посылка по обмену. Все я собрала и сейчас буду показывать и рассказывать вам, потому что мне очень хочется поблагодарить девчонок, кто мне прислали посылки, за то, что вы обращаете на меня внимание, за то, что вы хотите меня порадовать, за то, что вы мне посылаете все эти подарочки. Мне это безумно-безумно-безумно приятно. Скажу все-таки пару слов по поводу посылок, чтобы развеять, может быть, некоторые вопросы. Как я отношусь к посылкам по обмену, посылке-подарке. Я буду лукавить, если я вам скажу, что мне это неприятно. Мне безумно приятно, когда кто-то из вас хочет мне послать подарок. И поэтому у меня такая позиция. Кто не хочет посылать, тот мне это не предлагает. Кто из вас мне это предлагает, я обычно соглашаюсь, потому что я считаю, что если вы предлагаете, вы хотите мне это прислать. Я лично сама такая, кому из вас, девчонки, кому-то я посылала посылки, девчонки-блогеры, кому я предлагала, это значит, что я хочу вас порадовать, я это делаю от всего сердца, поэтому я также это воспринимаю, что если вы мне что-то присылаете, значит, вы делаете это во всего сердце, потому что вы хотите меня порадовать. Я очень-очень просто отношусь к посылкам, если вы хотите мне присылать, всегда пожалуйста, как говорится, и я также всегда люблю всем отвечать, я всегда почти всем, кто мне посылал посылки, посылаю какие-либо маленькие презентики, такое сказать свое спасибо, потому что мне очень приятно и для меня очень важно, что человек потратил свое время, пошел, купил, просмотрел мои видео, купил мне что-то, что я люблю, поэтому да, мне всегда важно вам присылать что-то, пусть оно будет, я не могу всем вам, кто мне присылает посылки, и разослать тоже какую-то большую посылку, но я стараюсь всегда прислать какие-нибудь маленькие такие свои личные презентики, чтобы вам тоже, ну, какое-нибудь минимальное спасибо от меня. Ну все, хватит болтовни, давайте о посылке. Вчера я получила посылку от своей подписчицы Оли, которая, когда смотрела одно из моих видео, где я рассказывала, что мне понравились эти шампуни, предложила мне прислать посылку с этими шампунями. Конечно же, я согласилась, как вы видите. А Оля живет, насколько я поняла, в каком-то городке в Ростовской области, в России. Оля, если я ошибаюсь, извини меня, но так и посмотрела по твоему адресу. В общем, Оля собрала мне относительно быстро эту посылочку и прислала мне в подарок. Вот, например, Оля не хочет, чтобы я ей прислала что-то в ответный подарок, но я все-таки Оле что-нибудь да и пришлю. Итак, Оля мне прислала. Вообще, если честно, я вчера офигела, девочки, офигела Оля от твоей посылки. Я ее получила, во-первых, она была тяжелая, но еще важно сказать, что посылка была, коробка была просто в убитом состоянии, она просто была вся помятая, мокрая. Я уже думаю, боже мой, неужели там что-то сильно так разбилось и разлилось? Но. Но-но-но, сейчас вам расскажу, что разбилось и что разлилось. Итак, Оля мне прислала, я так хочу вам собрать, сразу все четыре показать. В общем, прислала мне так четыре, нет, не четыре шампуня, три шампуня, один бальзам. Значит, она мне, вот это вот единственный бальзам, который она мне прислала, максимальный объем, облепиховый бальзам. Прислала мне вот этот вот фиолетовый шампунь, который я уже пробовала, мне его Оксана присылала, шампунь для сухих волос. Он мне очень-очень-очень-очень-очень понравился. И также она мне прислала два других облепиховых шампуней для всех типов волос и для ослабленных и поврежденных волос. Да. Вот такие вот. В общем, у меня теперь шампуни, девчонки, хватит на, не знаю, на пару месяцев. А, немножко перерыв. Катя. Катя из Белоруссии. Я тебе скажу, чтобы ты это видео посмотрела. Фиолетовая помада сегодня на мне. Ты не знала, как это будет на мне выглядеть. Пожалуйста, специально для себя сегодня накрасилась. Продолжаем. Также она мне прислала... Ой, девчонки, забыла вытащить из холодильника. Сейчас уже не пойду. Она мне прислала три шоколадки. Аленушка, это, по-моему, называется. С орехами. С такими шоколадочками внутри. И без ничего. Шоколадки, к сожалению, немножко промокли. И мне пришлось их все быстренько развернуть. И разломать на кусочки. И положить в коробочку и в холодильник. Для того, чтобы они немножко замерзли. Так что, да. Три шоколадочки она мне прислала. Так, не в тему мы после косметики. И тут она мне еще прислала много разных штучек от Натура Сибирика. Вот. Четыре штучки. Давайте каждая. Очищающий тоник, который кажется, что он разлился. Потому что его здесь вот так вот. Я думаю, что так он мало его не продается. Да, его здесь ровно половина. Мне кажется, что он разлился. Что он открылся и вылился. Вот. Значит, очищающий тоник для жирной комбинированной кожи от Натура Сибирика. Дальше умывалка. Очищающий пенящийся мусс. Так много букв щ. Хорошая штука. Я уже вчера попробовала. Сегодня утром попробовала. Хорошая пеночка. Запах у нее, знаете, такой лимонно-ромашковый. Если это... Так можно назвать. Лимонно-ромашково-травяной-басильковый. Хороший запах. В общем, штучка такая. Потом она мне прислала густое сибирское белое масло для тела. Анцельцеллюлитное. А, я думала, что это мыло. А это масло. Класс. Буду пробовать. И крем для рук, который был в упаковке. Который, к сожалению, видите, вся размоклая, раскрылась. Вот такой вот кремушек. А, еще Оля все положила и умотала. Не то, что умотала, а рядом положила. Может быть, это не умотала. Я не знаю. Полотенчика, которое тоже насквозь промокло. Кстати, наверное, из-за этого полотенчика не все сильно размокло. Потому что оно все в себя впитало. Я его уже постирала. Он у меня здесь стоит, сохнет. Оно у нас какого цвета? Такого желтого горчичного цвета. Такое полотенчика маленькое. 50 на 70. Итак, лаки. Она, значит, мне прислала 5 лаков. Давайте так. Значит, вот такой вот лак Сильвана. Я не знаю, такие фирмы. Это, наверное, русские фирмы какие-то. Вы, наверное, кто из России, знаете. Вот такой вот фиолетовый пастельный лак. Безумно красивый. Он из всех лаков, честно скажу. Оля попробовала все лаки уже на годках. Из всех-всех-всех. Он мне больше-больше всего понравился. Остальные 4 лака я попробовала. Только-только свочила на ногтях. Они все фирмы Rose. Я не знаю тоже, что это такое. Но вы, наверное, кто живете в России, знаете. Вот такие вот они лаки. Такие вот цвета. Вот эти цвета мне очень понравились. Фиолетовый мне тоже понравился. Он немножко темнее того. Желтенький этот. У меня такого никогда не было. На мне как-то это странно выглядит. Ну, я буду, конечно, все пробовать, мазать. Вот. Единственное, что они немножко жиденькие. Их нужно пару, так, знаете, хороших таких слоев. Ну, в общем, будет очень интересно эти лачки попробовать. И мы почти подходим к концу. Тут Оля мне прислала 6 таких вот одноразовых масочек. Наверное, тут есть 15 мл. Есть маска пиленько-молаживающая. И есть их 3 штуки. И вторая это маска для лица и шеи для глубокого очищения кожи и пор. Вот. Вот такие вот. Я не знаю, девочки, что это такое. Face Organic Spa. Я не знаю, что это за фирма. Ну, наверное, что-то российское. Вы, наверное, тоже знаете. Ну, вот такие вот их всего 6 штучек. Вообще, так все интересно. Они, знаете, если честно, они, по-моему, такие жиденькие. Не знаю. Не успела открыть, потому что вчера все получила. И вот сразу вам решила... Надо уже рассказать. Потому что потом я начинаю все пользоваться. А то, что, может быть, мне не нравится, отдаю родственникам, посылаю маме, подругам. Поэтому потом я это все не найду. И самое, если честно, что мне больше всего понравилось, это был такой вот блокнот. Я знаю, что это звучит дебильно. И, не знаю, но мне этот блокнот так понравился. Я просто, Оля, в восторге. В общем, вот такой вот блокнот. Здесь он на таком магнитике. Он вот так. Главное, ничего не оторвать. Вот он так вот открывается. И здесь, получается, есть... Так, спокойно. Здесь, получается, есть такие листики на них просто писать. Здесь у нас такая запишенная книжка по январь, февраль, март, апрель. Но что мне нравится, здесь, по-моему, написан год. И это замечательно, потому что у меня такие записные книжки. Каждый год я их выкидываю, потому что они всегда годовые и неудобные. И здесь просто блокнотик для имя, фамилии, телефон. В общем, я такие блокнотики люблю. Для меня они полезны тем, что я обычно в таких блокнотиках, конечно же, не храню телефоны и это самое. Но зато все свои пароли, все там, не знаю, покупки, идеи для видео для вас. Как раз этот блокнот просто такая идеальная штука. Это, в общем, больше всего, конечно, я радовалась этому блокноту и шампуню. Потому что шампуни я безумно хотела. Они у меня уже все позаканчивались. Я уже начала пользоваться Head & Shoulders, пока мне Sony не привезла. Кстати, я еще получала две посылки. Не две посылки, а два подарка от Sony и от Mila. Но все это во влоговом видео на моем новом влоговом канале. Если вы о нем еще не знаете, то ссылка будет здесь. И ссылка будет в инфобоксе, как всегда. Заходите, подписывайтесь и смотрите видео. В общем, я была безумно рада и шампунем, и этому блокноту. Вот я такие мелочи, девчонки, обожаю. Очень часто вы меня некоторые подпишите, спрашиваете, что же мне прислать в подарок. Вот такие вот мелочи. Для меня это просто самый лучший подарок. Даже не нужно посылать посылку в конвертик, что-то такое маленькое. Я просто, я не знаю, как охламут. Я обожаю такие вещи. И чаи. Если говоря о чаях, мы переходим на посылку Наташи. Наташу мы познакомились на инстаграме и решили обменяться посылками. Но Наташа на посылку здесь будет не полная, потому что что-то мне не подошло, я уже отдала подругам. Что-то я отослала маме, потому что мне не подошло. А что-то я здесь оставила, поэтому я просто расскажу, что я получила. Наташу на посылку начну вам показывать с чая. Чая от фирмы Надин. Надин, наверное, 102 ночи. Чай композиционный с ароматом зеленики и маракуйи. Маракуйи. Я понятия не имею, что это. Но он мне напомнил зеленый чай. Он у меня вот в такой штучке стоит. Я его, конечно, еще не вытащила из этой упаковочки. Я его уже пробовала. У него хороший аромат. Он напоминает по вкусу немножко горьковатый зеленый чай. В общем, чай, девочки, обожаю. Я не знаю, знаете, вы не знали. Я вам это рассказывала. Я обожаю чаи. Поэтому, да, чаи это тоже что-то очень замечательное. Следующее, что мне Наташа прислала. Это была вот такая маска. Две маски от Freeman. Freeman шоколадная и клубничная маска. Я ее, по-моему, попросила мне это прислать. Потому что на YouTube есть фурор по этому поводу. И мне было интересно попробовать. Насколько я поняла, это что-то наподобие... А, нет. Я, наверное, ошибаюсь. В общем, не знаю, буду пробовать. И Наташа также мне прислала вот такую вот маленькую маску. Что это маска Goji Berry. Как это по-русски? Маска для интенсивного увлажнения кожи с экстрактом ягоды Goji. А, ну как называется Goji. В общем, такая вот масочка. Вы, наверное, кто в России живете, это точно знаете. Потом она мне прислала маску вот такую вот Ифа Ше. Это у нас 5-минутная маска для чувствительной кожи. Да, 5-минутная. Да, вот такая маска. Ее сейчас я поставила, буду пробовать. То есть она у меня уже стоит на пробу. И та тоже маска Freeman стоит на пробу. Дальше. Также она мне прислала вот такую открытку. И здесь написала, что... В общем, написала такие пожелания. Что надеется, что мне все понравилось. Так интересно подписала. Лето 2014. Прикольно. В общем, такая маска Российской Федерации, я так понимаю. Да. Дальше. Наташа мне прислала целую-целую кучу пробников. В общем, целую-целую кучу пробников. И я вам про один пробник хотела рассказать. А вот он здесь. В общем, целая куча разных пробников. И помады от Avon. И разные крема. И крема китайские. Не китайские, корейские китайские. И Sephora, и Lancome. В общем, целая куча разных пробников. Итак, и тут было два парфюма. Ой, слушайте, забыла вам показать. Сейчас принесу, покажу. Было два парфюма, которые мне очень понравились. Это вот такой вот Dolce от Dolce от Gabbana. Ой, я все время думала, что это Dior. А сейчас я смотрю и думаю, это Dolce от Gabbana. Слушайте, интересно. В общем, такой вот Dolce. Он мне очень понравился. Он такой взрослый запах. Но он как-то на мне сидит безумно вкусно. Не знаю, очень понравился. Хотя с ним нужно быть осторожным, потому что он из тех запахов, которые могут быть немножко бабские. Но, не знаю, мне он очень понравился. И также понравился вот такой вот миниатюрка запах от Guerlain. Aqua Allegoria Limon Verde. То есть он лимонный запах, такой свежий. Единственное, что, как всегда, я могу хоть душ приниматься этим с такими запахами. На мне он не держится. Но запах приятный, такой кисленький. В общем, на лето то самое. Обязательно пойду. Я их оставила. Я их уже, конечно, закончила. Оставила упаковочки, чтобы пойти посмотреть в магазине. Дальше Наташа мне прислала вот такой вот от Elf. Это Eye Lips Face Shimmering White. В общем, насколько я поняла, это хайлайтер для всего лица. Его можно использовать везде, совсем и все время. Отель. Я еще не пробовала. И также мне Наташа прислала вот такую вот миниатюрку туши Day Real от Benefit. За эту посылку я тебе безумно благодарна, потому что я очень хотела попробовать эту тушь. И слава богу, что ты мне прислала эту миниатюрку, потому что тушь ни о чем и ни про что. Но я не хочу Наташу обидеть, потому что она, наверное, думала, что мне подобрать. Но я безумно рада, что она мне ее прислала. Потому что если бы я купила целую, я бы так разочаровалась. Это было бы обидно, потому что целая стоит абсолютно недешево. В общем, девочки, тушь абсолютно-абсолютно-абсолютно не советую. Я ее попробовала раза три, обратно положила в упаковку. А я знаю, что это не особо гигиенично, но я ее отдаю подружке попробовать. Поэтому подружке она пойдет. И также Наташа мне прислала два вот таких вот от Organic Shop. Тут получается нежный пилинг для лица, абрикосовая манго. Да. И что это у нас? Мягкий гамаж для лица. Что такое гамаж? Я не знаю, что такое гамаж. Честно. Нанести на чистую кожу массивное движение, смыть водой. Не знаю, что такое гамаж, если честно. Извините за мой русский, как говорится. Это у нас мягкий гамаж для лица. Утренний кофе. Наверное, кофе пахнет. Да, пахнет кофе. В общем, вот такая вот штучка. Морфучка от Organic Shop. Их пока держу здесь. Пробовать не буду. Потому что есть много вещей, которые нужно у меня закончить. Также я открыла маску от Ифраше. Также я открыла от Фримен вещь. Поэтому пробовать не буду. Теперь у меня есть сомнения. Если мне это присылала Наташа. Не знаю, Наташа, ты мне присылала, но ты мне присылала. В общем, я не помню. Я полностью забыла, кто мне это присылал. Ну, скажем, например, Наташа. Наташа, если не ты, скажи. Чистая линия. Молочко для снятия макияжа на отваре целебных трав. Вот такое вот брусника. Тоже пока лежит у меня здесь. Потому что я сейчас заканчиваю Горинир. И когда закончу Горинир, буду пользоваться вот этим вот. Не хочу, чтобы 10 вещей было открыто. Потому что тогда у меня глаза разбегаются. Я все вместе пользуюсь. Моя кожа теряется. Я люблю, знаете, так поочередно. Закончил одну порцию, начал другую. Закончил вторую. То есть поочередно. Поэтому все вот у меня лежит в такой закрытой коробочке Glossy Box. И отлично хранится. Также Наташа мне прислала два лака с блестками. Которые, к сожалению, мне не подошли. Потому что я не люблю блестки. Извини, Натусик. Но я их отдала Люде. Люда с канала Mems Mamid. Я оставлю ссылку на ее канал внизу. Я отдала их ей. Она была довольна зато душей. Сказала мне, что я дуреха, что отослала ей такие красивые лаки. Также мне не подошла помада, которую мне прислала Наташа. От фирмы Avon. Она такого была, знаете, перламутрового, коричневого, рыжего. Типа коралловая. Но она не была коралловой. И мне она абсолютно не подошла. Она на мне некрасиво сидела. Она очень сильно блестела. И делала мне зубы безумно-безумно желтыми. Поэтому она ушла моей маме. Моя мама эти помады. Не знаю, что она с ними делает. Но она их заканчивает буквально за пару недель. Поэтому я отослала ее маме. Она все подряд помады заканчивает. И также она мне подарила еще одну помаду Kate Moss от Rimmel красную. Которую я забыла принести. И такой кулончик. Такой блестящий, красивый, маленький, нежный кулончик. Наверное, я сейчас пойду встану. Вам это все принцу и покажу. Ну вот, я нашла цепочку. Вот такая вот цепочечка. Видите, такая вот как бы блестящая капелька. Я как вам показать. Видите, вы не видите. Вот такая вот блестящая капелька. В общем, очень красивая. И помаду, к сожалению, я сейчас не нахожу. По-моему, она у меня на работе в сумке. Поэтому помаду не нахожу. Но она, знаете, чем-то похожа на помады. Кто знает Rimmel матовую коллекцию Kate Moss. Они чем-то напоминают, может быть, матовую помаду Revlon. Чуть-чуть напоминают MAC. У нее такой красно-кораллово, такой свежий, яркий цвет. Красивый цвет. В общем, да. Итак, мы переходим на посылку Люды. Люда блогер с Израиля, с юга страны. Люда у меня такой... Я всегда ей, в общем, Люда... Люда Лакоман. И я избагриваю все свои лаки, которые мне надоели. Я их или не хочу, или неважно что. И Люда была недавно на Украине. И она мне решила с Украины привезти маленькие какие-то сувениры. Назовем это так. В честь того, что я ей все время посылаю лаки. Между прочим, лаки ей... Я так, что-то мне не нравится. Я беру в конверте, ей посылаю. Даже ей уже, по-моему, не говорю. По-моему, последние две посылки я ей прислала без того, что я ей вообще что-то говорила. Итак, что же мне привезла Люда в Украине? Она мне привезла две такие вещи от чистой линии. Это такой крем для рук с экстрактом ромашки. Вот такой вот. И, конечно же, скраб для лица от чистой линии. Абрикосовая косточка. Куда же без него, Людка? Не говори прям. Также она мне привезла вот такую вот голубую глину. Голубая косметическая глина. Что с ней делать пока, я не знаю. Потому что... В общем, срок годности у нее еще долгий. Еще целых полтора года. Если не больше, то до марта 2016 года. Поэтому я потом разберу, что я вообще должна с ней делать. Но тут вот внутри вот такие вот пакетики. Ее нужно, наверное, разводить водой и наносить на... Я предполагаю, на лицо, да? Раз она косметическая. Очень умные мысли вслух, на самом деле. Ужас. Да. Ну, тут есть вот написано, что нужно делать. Есть разные теплые компрессы. Местные ванночки. Уход за волосами кожи, головы. Интересно. И косметические маски. Ну, вот. В принципе, тут написано, что можно ей делать. В общем, интересная штука. Никогда подобного ничего не пробовала. И также она мне привезла... Людка, ты просто умный человек. Она мне привезла вот такую вот тушь от Вен Сабо. Знаменитую тушь Кабарет. Написано, что у нее пластиковая кисточка. Хотя, мне кажется... Хочется назвать это силиконовой. Но тут написано, что это пластиковая. Вот такая вот мелкая... Не знаю, видите, вы не видите. Вот такая вот мелкая кисточка. Очень она напоминает мне тушь L'Oreal. Л'Oreal, про которую я вам рассказывала в прошлом видео обзоре на L'Oreal. Очень напоминает она мне... Похожа на туши в Сан-Луан Baby Doll. В общем, очень хорошая тушь. Я не знаю, сколько она у вас стоит. В общем, какая у нее ценовая категория. Но, в принципе, замечательная тушь. Я ей с удовольствием пользуюсь. Это так, коробочку вам оставила показать. Но я ее уже пользуюсь. И также она мне привезла вот такой вот губной бальзам от фирмы EOS. Лимонный, по-моему. Да, вот такой вот лимонный. И самое-самое, что она мне привезла, но не как мне это показать, это были жвачки от Dirol. Вы знаете, сколько я не ела жвачки от Dirol? Это просто настолько ностальгия. Эти жвачки, эти подушечки. В общем, я эти жвачки две пачки умяла сразу за день. Или за два дня. В общем, просто пачку за пачкой, жвачку за жвачкой. Дала попробовать мужу, дала подружку. В общем, это просто... Ну, это просто ностальгия, товарищи. Я даже, когда в Латвию ездила, уже Dirol не видела. Интересно, он в Латвии продается? И просто его не замечала. В общем, не знаю. Но Dirol, это, конечно, был шосса этой посылки. Я просто тащилась от Dirol. Я не знаю, если я что-то забыла. Люда, напиши мне, если я что-то забыла показать из того, что ты мне прислала. Куда-нибудь я это запихелила, как обычно. Или я нечаянно засунула твои вещи в Наташину посылку. У меня как-то две посылки лежали вместе. И те вещи, которые я отложила в сторону, что пока не пользуюсь, пока другое не закончится, все тоже вместе. Я вот не уверена, что есть чье. Но примерно, если я не ошибаюсь, как я рассказала, так оно и есть. Девочки, если ошиблась, извините меня. Это не специально. Это просто я не помню. Ну что, на сегодня были все посылки, что я вам хотела показать. Все подарки от девчонок. Я безумно-безумно-безумно всем благодарна, кто мне посылает подарки. И вообще даже, кто со мной обменивается посылками. Девчоночки, всем огромное-огромное спасибо, приспасибо. Просто вот от всего, действительно, от всего своего сердца вас благодарю. Мне безумно приятно вообще все получить. И буду все пробовать. И даже то, что мне не подошло, обязательно подходит или моим подругам, или моей маме. Так что будьте спокойны, что все даром не пропадет. И все будет пользоваться кем-либо обязательно. Напоминаю вам, что есть новый канал влогов. Обязательно-обязательно заходите. Не пропускайте влоги. Обязательно скоро буду снимать для вас больше влогов. Хочу вам еще рассказать, что... Раз я сегодня заболталась на 20 минут, так что давайте продолжим. Что очень скоро я еду за границу. Я буду, можно сказать, в двух с половиной странах. В одной стране я буду буквально день. Так что обязательно все подписывайтесь на канал влогов, потому что я буду... Постараюсь... Я не знаю, сколько у меня получится снимать на этот канал красоты и тому подобное. Я, наверное, заранее подготовлю видео. Но на канал влогов я постараюсь постоянно загружать новые видео, потому что я еду к маме. У меня мама живет в Ирландии, кто не знает. По дороге мы будем заезжать еще в другую страну. В общем, все потом расскажу, чтобы сейчас вас не загружать. Но будет много интересных влогов, много интересных покупок, много интересных людей. В общем, много интересных историй. Так что не пропускайте обязательно-обязательно-обязательно. Подписывайтесь. И на сегодня все. Увидимся очень скоро. Пока.